Дорогие друзья, приветствуем всех, кто вместе с нами, и, конечно же, счастливая видеть тебя. Да, и рак Липерсхалава, наконец-то. Привет, привет. Приветствую, друзья, рад вас видеть. Сколько лет, сколько зим, понимаешь? А сколько лет, сколько зим? Да, сколько лет, ну сколько, когда? Ну, наверное, года три ты шёл, не мог дойти. Шёл, шёл. Шёл, шёл, шёл. И дошёл. Главное, что я по адресу. Это прекрасно, это, слава богу, где пропадал, где был? Ой, где ток не был. Ну, в основном в самолёте. Так. В основном в самолёте. Откуда-куда, да. Работа, в общем-то. Много, много работы, это замечательно, это прекрасно. Чаще всего в каких городах бывал за это время? Москва, конечно. Да ладно, а кроме? Петербург. А чаще, так же ещё в Батуми, потому что как-то так получилось, что мои дети там, и когда у папы свободное время, я стараюсь, конечно же, да, уйдеться и обняться. Да, ну, вы слушали, по поводу твоей новой песни. Я, конечно, готовился к нашей встрече, мы готовились, я прочитал много комментариев в твоих социальных сетях, и многие подписчики пишут, что вот эта твоя новая песня, уйти или остаться, это какой-то некий отсылок к 2000-м. Ты с этим согласен? Ну, вот по звучанию, что-то им это напоминает, вот начало 2000-х. Ну, если им это напоминает, то пусть будет так, песня, конечно, записана не в 2000-х, вот, но... Может быть, там есть немножечко такого, скажем так, старого доброго ираклия, в хорошем смысле этого слова, не знаю. Главное, чтобы, в общем-то, в сердце проникало, а уже анализ, аналитика, да, это такая интерпретативная история. Я предлагаю просто сейчас послушать уже и... И все. Да, и все, и насладиться. Ираклий уйти или остаться, песня прекрасная, мне ничего 2000-й не напоминает. А я не... Очень настроенческая. Меня абсолютно не оскорбляет, что 2000-й, мне кажется, были прекрасные времена. Это, наверное, комплимент. Нет, может быть. Прекрасные времена, прекрасная музыка. И вы знаете, мой альбом, который я вот выпускаю в октябре по случаю своего 20-летней... 20-летней сонной карьеры. Да, да. Время пролетело так. И он будет называться «Назад в будущее». И это будут как новые песни, так и старые песни в новом звучании. Много коллабораций с известными культовыми артистами как 90-х, так и 2000-х. Потому что это, во-первых, мне нравятся старые песни. Прекрасно. И мне нравится, когда делают, скажем так, новую жизнь, дают старые песни. И, кстати, у вас в хит-параде большое количество таких песен. Это стало трендом и на русском радио. А так вот немножечко похвалить себя. Один из первых, наверное, я в России начал переделать старые песни. Это вообще-то, в принципе, общемировая тенденция. Какое количество есть версий на Фрэнка Синатру, допустим. Ну, тем не менее, это немножко не наша музыкальная гармония. А ты как раз вписываешься в нашу музыкальную гармонию. Мы сегодня с наслышателями играли. Мы же завтра в отпуск улетаем. Ты у нас буквально, да, вообще просто поймал за хвост, что называется. Так вот, провели опрос, почему россияне скучают в отпуске. 50% сказали, что по родным, 30% по домашней еде. А как ты думаешь, ответило 20% россиян? По русскому радио, конечно. Нет, русское радио есть везде. Оно всегда и везде, да. Да, в интернете же есть, теперь есть интернет. Ну, так чего? Какая версия? Блины. Блины. По еде, по еде. Это домашняя еда. Домашняя еда, да. Давай еще, почему ты спрашиваешь? Не знаю, почему ты спрашиваешь. У меня неужели по перцхалаве? Как вариант, как вариант. А вариант правильный, который мы еще не озвучили по русскому языку. По родной речи, да? Да, это в том случае, если люди уезжают куда-то, понимаешь, и потом возвращаются и слышат это, и это как песня. Ну, я вот попал во вторую категорию, потому что я сейчас скучаю по картошечке от вареной и селедочкой, и с укропчиком. А вот скажи, ты когда в отпуске бываешь, ты какой отпуск, который ты читаешь, активный или пассивный? Я активный, я серфер уже на протяжении где-то 20, почти что ли, 17 лет где-то. А в футбол играешь? Очень люблю играть в футбол, но сейчас травма. Вот как отметил сегодняшнюю ночь победу своей команды? А чем ты, Катар? Ты знал, ты знал. Мозгл я знал, да. Ты готов был, да, конечно же. Песню послушаем. Я отметил это большой радостью. Ну, это понятно, да. Гордость. Да. Круто. Дорогие друзья, у нас в гостях Ирак Липерцхалава, и так как ты кавказский мужчина, и как истинный кавказский мужчина, ты не любишь распространяться про свою личную жизнь. Что? Удивился? Да или нет? Да, нет, коротко. Ну, вообще, что, она же личная. Вот именно. Не потому, что я кавказский, я хоть и растороженный, все-таки я же в Москве родился. Но все-таки тогда мы подготовили для тебя безобидный Блиц, чтобы узнать себя не только как артиста, а как мужчину. Хорошо. Блиц со звездой. Ну что, ты вспыльчивый? Это было в молодости, сейчас уже нет. Какая мелочь в отношениях может тебя вывести из себя? Мелочь не думаю, но в отношениях я ценю, когда, ведь что такое любовь, что такое дружба, что такое уважение? Это ведь когда умение служить, а в одну сторону это всегда неблагодарная история. Но при этом с терпением, но при этом, когда человек отдающий, наверное, это всегда ценно. А когда же он, человек является таким потребителем, и ты на каком-то этапе осознаешь, я не могу сказать, что это... Ираклий. Как-то приводит... Это Блиц. Это Блиц. Ай, простите, пожалуйста. Ничего страшного. Я не расслышал вначале. Самый красивый подарок, который ты делал девушке. Я выложил своей бывшей жене свечками сердечко, когда она мне родила, когда сына внизу во дворе роддома. Это Блиц ответ был сейчас? Да, да, да. Самый оригинальный способ познакомиться с девушкой в твоем случае? Оригинальный? Да. Привет, я Клявер. Ты краса. Сейчас Клявер перевернулся. Если родители не принимают твой выбор, что ты делаешь? Смиряюсь и принимаю его сам. А если ее родители не принимают ее выбор, что ты будешь делать? Я с таким еще не сталкивался, но, возможно, украду в горы. Прекрасно. Если на первом свидании, вот ты пришел, да, мужчина всегда должен приходить с цветами? Было ли у тебя... Было, что не приходило на первое свидание? Нет, ну, зависит, мне кажется, тоже от психотипа девушки. Я встречал девушек, которые, ну, я там дарил цветы, а встречал обратную связь, слушал обратную связь, что я ненавижу цветы. Да ладно, есть такие девушки? Ты не можешь представить? И долго ты с ними был? Ну, вообще не очень. Вот правильно. Это не Блиц сейчас тоже. Миракли, дорогой, любимый Перцхалава, сегодня у нас в гостях. Как ты сказала сейчас? Такое у меня двойное тройное фамилия, дорогой, любимый Перцхалава. Так я вообще никто не знал. Спасибо, золото мой. Пожалуйста, да. У тебя два сына. Мы только что о них говорили. Богатыри, красавцы, все в папу. Илья и Александр. Очень круче. Круче даже в папу. Это счастье. Когда дети круче нас, это самое большое счастье. Так вот, ты очень любишь своих детей. Очень. Естественно. Расскажи про отношения с ними. Вообще похвались. Вот чувство предметы гордости твоей. Давай. Они оба играют на фортепиано. Илья недавно начал, старший недавно начал на фортепиано. До этого играл на гитаре. Младший с трех лет сочиняет. И он виртуозный. Он в девять лет играл такие произведения, как «Турецким маршем» и «Тейк файв», которые очень сложные в исполнении, потому что правая рука играет в одном темпе, левая в другом. И очень они прям очень нереальные. Нереальные. Вот видишь, познакомлю. Ну обязательно, обязательно. С юмором, с таким. Это ну просто. Ну то есть вот они придут и скажут, папа, хотим быть прям вот известными музыкантами. Ты им что, с какой советом? Они знают, что папа, в общем-то позиция папы такова. Главное, чтобы работа была в сласть, в радость. И чтобы она была любимым занятием, и тогда никогда не почувствуешь, что ты работал. Поэтому это их жизнь, и они сами выбирают. То есть я принимаю любой их выбор. Но ты будешь доволен таким выбором, если они пойдут по твоим стопам? Абсолютно любым. Молодец, мудро. Знаешь, Карамзин говорил в свое время, без хороших отцов и без хорошего воспитания невозможно вырастить хорошего человека, несмотря на все школы мира. А чему ты учишь их? Вы знаете, мне кажется, учить, нравоучением таким заниматься, это иллюзорно. Нет. Своим примером исключительно лишь, в общем-то, можно чему-то научить детей. Потому что, допустим, курить, и говорит, сынок, курение, я не рекомендовал бы тебе по причине того. Это неправильно, и это невозможно. Поэтому с рождением детей начались трансформационные процессы в душе, в поступках Ираклия Перцехового. И многим показалось, что я поменялся. Прекрасно. И да, они наши учителя, как и родители. Прекрасно, замечательно. Запомните эти слова ключевые. Долгожданный, долгожданный. Желанный, любимый. Конечно. Дорогой любимый, как я только что сказала. Так, у нас мы приготовили для тебя игру. Покраснел я, стал цветом микрофона. Ну, это хорошо. И твоё платье. Ведёт, да. Да, кто, кстати, нас смотрит в трансляции, правильно делайте. Мы сегодня с Ираклием вообще чёрное и красное. Такое у нас... Корида. Да, мы подготовили для тебя игру. Но опять послушаю детей. Потому что ты очень хороший папа. Прекрасный, да. И поэтому, внимание, я тебе предлагаю фразу. Ну, это такой, скажем, афоризм. Да. А ты продолжаешь её на свой лад. Ой. Да. Волнительно. Ну, поехали. Юмора, у тебя всё получится. Поехали. Не просто поставить детей на ноги. Особенно... Когда они спят. В раннем утром. Совершенно точно. Аплодисменты. Просто я считаю, что ты молодец. Вот здесь главный юмор. Воспитание это... Иллюзия. Я уже об этом говорил. Да, это процесс устранения личных недостатков у своих детей. Так умно я бы не смог сказать, как ты. Если бы дети не задавали вопросов, то... То они бы были уже давно взрослые, наверное. То они никогда бы не узнали, как мало знают их родители. Дети позорят нас, когда... Когда-никогда. Когда на людях ведут себя так, как мы дома. Ах ты, тонко. Это всё из твоих... Тонко. Только что, только что, из твоего интервью я взяла. Дети всего внимательнее слушают взрослых тогда... Когда... Внимательно, когда... Меня они всегда слушают. Молодец. Когда всегда. Когда всегда. Когда говорят не с ними. А, серьёзно? Да. Здорово, да. Ну, наконец, не делайте из ребёнка кумира. Когда он вырастет, то... Не делайте из ребёнка кумира. Кумира? Иначе, когда он вырастет, то... Иначе, когда он вырастет, он... Зазвездится? Да. Потребует жертву. И, наконец, самый последний. Честный ребёнок любит не маму с папой, честный ребёнок, а... Мороженое. Гениально. Молодец. Ираклий, Перцхалава с нами сегодня. И... И? Хочется спросить у тебя, конечно, лето. Кто-то в отпуск ездит. Вот как мы с Ванькой. А ты? Какие планы? Ты знаешь, я... Конечно, концерты. И с середины июля начинается... Я поеду на Афон. И, вернувшись оттуда, у меня начнётся активная фаза подготовки к концертам сольным в октябре. Куда, во-первых, я вас приглашаю. Потому что в связи с 20-летием сольной карьеры я решил всё-таки это как-то для своих поклонников, для себя, для родных, для детей, для мамы отметить двумя концертами. Первый. Это будет презентация альбома и большой концерт с большим количеством гостей моих друзей и вообще величайших музыкантов культовых, прекрасных и так далее. И альбом будет называться «Назад в будущее». Прекрасно. Вот. И шоу будет в таком стиле, скажем так, ключе. А второй? А второй. Первый будет в зале 19.30, 19.00 октября. Я вас приглашаю, ребят. Записать, я записал. Суббоза, я уже посмотрела, всё, придём. Супер. А также, так как я... У меня есть такой субпроект «Метаморфозий», называется это «Духовная музыка». Мы сделали песню с отцом Серафимом Бетхариби. Это монах, который поёт на арамейском языке, на языке, о котором говорил Христос. Это песня о Боге. Прекрасно. И концерт будет называться «Слава Богу за всё». Кстати, это первый грузинский тост на застолье. Знаешь, «Слава Богу за всё». Прекрасно. Это хорошие слова и действительно... Концерт на зале Храма Христа Спасителя 6 октября. Приходите, там будет очень невероятный музыкант. И несколько хоров будет. И это будет действительно очень душевно, сердечно. Спасибо. Ну давай, под финал вернёмся к тему отпуска. Вот ты в Грузии бываешь часто. Вот те, кто сейчас собирается первый раз посетить Грузию, что первым делом посмотреть? Куда отправиться? Ну, конечно же, это зависит от предпочтения человека. Кто-то выбирает гастротуризм, кто-то выбирает паломничество. Ну вот ты, ты куда бы посоветовал отправиться? Вот в какое место? На твой взгляд, лично. Мне кажется, по монастырям надо поехать. Ну вот сейчас спросим. Там такие храмы волшебные. Это всё-таки надо держать фокус на человеке, который собирается. Ну да. Вот что тебе интересно? Еда. Еда. В таком случае я бы тебе рекомендовал бы отправиться в Кахетию, это восток Грузии, и в западную Грузию, в регион Самегрелу, потому что это две мекки по еде просто. Это, ну, фантастическое еда. И там, и там. Но, в принципе, в Грузии с едой проблемы. Нет вообще, это правда. Спасибо тебе большое, Иракли. Спасибо. Мы, как всегда, безумно рады. Ждём тебя всегда в гости с распростёртыми объятиями. И до встречи на твоих концертах. Жду вас. Дорогие друзья, ну а я с вами... Что, не буду плакать, не буду, прощаюсь. Ну как это, не буду, ну-ка быстро заплачь. Нет, сегодня плакать, завтра буду плакать, а сегодня я... Знаешь, я буду портить настроение своим слушателям? Буду скучать, конечно, очень сильно, но... Да по мне. А по тебе, конечно, буду. Да куда ты денешься? Ты ко мне уже прибежишь через неделю. Он специально поехал в Абхазию, чтобы быть рядом со мной. Под крылышком. Естественно. Всё, встретимся 29 июля в 19.00. Друзья, отдохните, если отпуск у вас тоже впереди, как следует. На полную катушку. Люблю вас. Целую. Ванька, пока.